Привет, привет! Добро пожаловать в новый влог. Сегодня у нас с вами большая распаковка с примеркой. Вы сказали, что вам интересно, поэтому я сегодня здесь. Будем рассматривать, что в моих покупках из Zara и H&M. Помимо одежды будет еще и косметика. Я сегодня села окраситься и получилось настолько круто. Мне очень нравится мой сегодняшний образ, особенно с тельняшкой. Если вас интересует, откуда тельняшка, то это актуальная коллекция Zara. Я уже несколько раз ее стирала, она отменная. А прежде чем спросить, какая у меня тушь или помада или тон, оставайтесь со мной, я все обязательно наглядно покажу. Давайте начнем с посылки из Zara. Я заказывала вещи для себя, для детей и для мужа. Уже, честно говоря, не помню в какой пропорции, но я думаю, что по ходу дела мы с вами разберемся. Итак, покупки из Zara. По большей части это будут вещи именно на летний сезон. Сейчас мне есть что носить. У нас, к сожалению, все еще холодно, но тем не менее, какие-то популярные позиции очень быстро разбираются. Поэтому я уже отхватила то, что мне приглянулось. Эти две пары обуви я показывала вам в Instagram. И просила порекомендовать, мне вообще, хотела узнать, какая из них вам нравится больше. И чтобы вы проголосовали, что оставляем или оставляем обе пары. И скажу сразу, что оставляю две, потому что они классные. Первое это шлепанцы. Вот такие. Я думаю, что все уже их видели. Они уже год, наверное, третий появляются в Zara. И они очень удобные. Кожаные, стоят недорого. На свой 37,5 я беру 38. И я скажу вам так. У меня было несколько цветов. Черные, красные и карамельные. Сейчас взяла бежевые. Хуже всего носились красные. Потому что стерлось вот здесь под пальчиками. Но в целом они неплохо служат. И с карамельными вообще все было прекрасно. С черными также. Поэтому на этот сезон я решила взять вот такие бежевые. И они будут подходить абсолютно ко всему. Хотелось бы найти что-то новое. Потому что слегка приелась эта модель. Но это то, что проверено. И я не помню, как было в прошлых годах. Но сейчас здесь такая слегка мягкая подушечка. И кто-то говорит, что неудобно носить обувь на таком супер плоском ходу. У меня, не знаю, нет никаких претензий. Все хорошо. У меня ноги в них не устают. Я помню, что я на пляж надевала. И с детьми гуляли мы куда-то в отпуск. Едешь, забрасываешь одну пару обуви. И она реально ко всему. Вот так выглядит первая пара обуви на ноге. Если вам они еще не надоели. Если у вас были такие же, но в других цветах. Вот в этом году еще и бежевая. Я оставлю, потому что это пара обул и побежал. Это что касается первой пары обуви. А вторая взорвала мой инстаграм. Я обязательно оставлю вам все номера артикулов. Если будут ссылки, то вы также найдете их в инфобоксе. В общем, я увидела эту пару обуви. И думаю, я померяю и подумаю. Вот так они выглядят. Как бы плетеные такие шлепанцы. И у меня нога не прям супер узкая. Ну, средняя. Давайте, наверное, так. Потому что не могу сказать, что она очень широкая. И ноги у меня отсюда не выпадают. Вот так, возможно, и не смотрятся настолько интересно, как на ноге. В примерке глянете. И они, конечно, обалденные. Они очень мягенькие здесь. И, в принципе, нигде не жмут. Ничего не давит. И такие шлепанцы были в двух расцветках. А карамельные и вот эти. И также скажу вам, что похожую пару обуви я нашла еще и в H&M. Мы с вами глянем. Я их не открывала. И решила отреждаться вас. И посмотрим, чем они отличаются. И какую пару в итоге я оставлю. У нас закрыты торговые центры. Поэтому у меня нет возможности пойти в магазин и посмотреть, что это такое. С чем его ездят. Поэтому я заказываю сразу много всего. То, что оставляю, я вам всегда говорю. А если возвращаю, то объясняю тоже почему. В общем, они супер-супер классные. Они стильные. И даже, наверное, в город можно их надевать. Единственное, что они, наверное, слегка будут пачкаться. И, скорее всего, долго не посужат. То есть здесь веревка по периметру. А под стопой дермантин. Это не кожа. Но они также не были дорогими. Как что-то такое для разнообразия. Это не базовая модель. Хотя расцветка довольно универсальная. Опять же, ко всему будет идти. Будет подходить. Я, конечно, не знаю, что скажете вы. Но я без ума от этих тапок. Они кажутся довольно удобными. Я ходила пока что дома. Буду гонять летом. Второе. Это платье. И я что-то не поняла на модели. Я не ожидала, что сзади будет полностью открытая спина. То есть вообще здесь никак не предполагается наличие бюстгальтера. Но в целом ткань довольно плотная. Прям такая конкретная. И посмотрим, будет ли оно подчеркивать все недостатки фигуры. И длина этого платья миди. У меня оно в размере S, насколько я помню. Камера, конечно, очень сильно теряется с темными цветами. Я буду стараться показать его во всей красе. Платье очень необычное, как минимум. У него хорошая длина. И также я всегда балдею от английской проймы. Оно спереди такое скромное. Но я бы надела его где-то в отпуске или на выход с мужем. То есть полностью открытая спинка. А спереди вот так и не скажешь, да? Что там сзади такое происходит? У меня очень мало таких вещей по фигуре. Вообще чего-то прям такого облегающего, открывающего части тела. Я думаю, что лето это как раз тот период, когда можно показать чуть больше и не будет жарко. Если вас это смущает, то можно поверхно бросить рубашку и завязать здесь узелком. Тогда все будет скрыто от посторонних глаз. Теперь давайте переключимся на макияж. Накрашусь и мы с вами возвращаемся. У вас много работы, потому что я в H&M по-настоящему оторвалась. У нас сегодня с вами настоящая влог-распаковка с примеркой. Я решила совместить приятное с полезным. Я спрашивала в инстаграме, было ли бы вам интересно, чтобы я не просто показала, что в этой огромной коробке от Max Factor, Римель и Буржуа, а чтобы я это продемонстрировала на себе. Здесь находятся не только хиты, которые известны всем, но и кое-какие новинки и абсолютные жемчужины, которые стоят недорого и они точно заслуживают вашего внимания. Я тут слегка пока пошилась, кое-что уже пробовала. И хочу сегодня сделать такой освежающий макияж с небольшим ярким акцентом, чтобы это было стильно и при этом комфортно в такой обычной жизни. Ну что, поехали. Тут не все так просто, как мне казалось, потому что у меня всего одно лицо, поэтому что-то я буду показывать на сводчах, а что-то буду наносить на себя. У меня в руках тональные средства и база под макияж от бренда Max Factor. Слушайте, это та косметика, которая работала, работает и будет работать хорошо. У них много достойнейших средств, которые вне времени. И я помню, что когда я училась в старших классах в школе и также в университете, я постоянно покупала один тон Max Factor в 45-м оттенке и знаменитую крем-пудру. И у моей мамы она также была. Сейчас у меня Face Finity. Между прочим, у меня есть не только вот эти две баночки. Я и сама покупала их раньше, тоже в 45-м оттенке, как ни странно. Сейчас у меня 50-й. Мне кажется, что он чуточку лучше мне подходит. И 70-й. Это тон Face Finity. Он такой хорошо перекрывающий. Это и консилер, я бы даже сказала корректор и тональная основа, потому что он скроет все недостатки и будет держаться прекрасно в течение всего дня. У меня сейчас кожа от фу-фу-фу, где бы тут постучать в нормальном состоянии, поэтому я выберу что-то полегче. Но прежде чем я накрашу тон, я воспользуюсь еще и базой, тоже Max Factor Miracle Prep. Это база 3 в 1. Я один раз наносила ее на себя. С SPF 30, PA++++ и это защита от окружающей среды, от солнца и от голубого света, которые излучают все наши гаджеты. База ничем не пахнет, она имеет очень легкую текстуру, вот такую. И я пальчиками распределю ее по лицу. Она хорошо впитывается, быстро и также увлажняет, но при этом не ощущается на коже какой-то пленкой, чем-то неприятным, что хотелось бы смыть. Легенькие и тональные, как ваша кожа, только лучше. Называется Miracle Second Skin, тоже Max Factor. Я покупала его в прошлом году с мыслью о лете в номере 4. Сейчас у меня оттенок номер 3. Это гибридная тональная основа, я ее очень хвалила в инстаграме и обзор у меня на нее есть. Он защищает, увлажняет и обновляет. Помимо того, что он выравнивает оттенок кожи, он еще имеет комплекс пре-пробиотиков, что очень хорошо сказывается на защитном барьере кожи. И кокосовое молоко, но не кокосовое масло, это две разные вещи. Буду распределять его пальцами. И если это нужно, вы можете его еще немножечко подтушевать при помощи спонжа. Пудры Max Factor у меня, к сожалению, нет. Я скажу вам больше, что я не могу ее купить. Польские блогеры настолько расхвалили рассыпушку Max Factor, что ее сейчас нигде не достать, прям реально. Так что я возьму свою пудрочку Bourjois в такой зеленой упаковке. Я вам тоже о ней говорила. И она легенькая, она подсвечивает кожу и суперски фиксирует макияж. Напишите, она продается в ваших странах? И до меня наконец-то дошло, чем же она пахнет. Это фирменная душка Румян Bourjois. Да. Еще у моей посылки было два матовых тона от Rimmel. У меня есть увлажняющие, они классные. Но эти с легкой муссовой текстурой и с полным покрытием. И еще культовый тональный крем от Bourjois. Healthy Mix только с сиром. Он у нас не представлен в магазинах, не знаю по какой причине. И многие девчонки в инстаграме написали мне, что на комбинированной и на сухую кожу это просто супер вещь. Попробую его в следующий раз. Как раз такой оттенок, как мне надо, 52. Девчонки, минуточку внимания, потому что речь пойдет о бровях. Я вчера накрасилась и была и в шоке, и в восторге. Это оттеночный гель от бренда Rimmel под названием Wonderful Brow. У меня оттенок 001, их там есть три. Я в нашем Rossman рассматривала их, но почему-то так и не приобрела, а очень-очень зря. У меня самый светлый тон, но на самом деле он довольно универсальный. Здесь вот такая маленькая щуточка. Гель придает бровям оттенок. Здесь есть фибра, то есть он делает брови гуще. И самое крутое, вы наверняка знаете, насколько сильно я люблю супер фиксирующие гели для бровей. И этот делает все так, как я люблю. Это мега фиксация. Видали такой Magic? Брови есть и бровей нет. С тушью та еще дилемма. Жалко, что вы мне сейчас не можете подсказать. У меня здесь есть классика от Max Factor Divine Lashes с классической щеточкой. Насыщенный черный цвет для объема. И ее можно наслаивать, прям вот несколько раз подряд наносить, для того, чтобы добиться такого эффекта, как вам нравится. И вторая False Lash Effect. И я думаю, что как раз сегодня накрашусь ею, потому что здесь силиконовая щеточка. Вот такая. Когда-то тоже постоянно сидела на тушах от Max Factor. У них обалденная формула. Она кремовая и ультра-ультра насыщенный цвет. И при этом ресницы не выглядят такими утяжеленными. Ух ты! Какие пушистики! Вы это видите? Я, конечно, в шоке. Подождите, я не прочитала, что она должна делать. Эффект накладных ресниц. Я думаю, что я с этим соглашусь. Я также хочу, чтобы мы правильно с вами друг друга понимали. Я как блогер получаю очень много разных пиар-рассылок. Но я не обязана что-то хвалить и что-то конкретное показывать. И это видео не исключение. Помимо Max Factor у меня есть еще целая коробочка тушей от Bourjois. У Bourjois сама консистенция тушей очень приятная. То есть их вскрываешь и сразу можно пользоваться. Она не сухая и у меня было много разных. Все они хорошо окрашивают все ресницы, фиксируют объем, не осыпаются и не размазываются. Красная мне известная. Когда-то была на презентации, когда мы все еще куда-то ездили. Это OUI. Она с классической щеточкой, с коллагеном. И с ней такие пушистые ресницы. Вы можете эту тушь много раз наслаивать. А это две новинки. И сейчас будет позор для меня, потому что я никогда не учила французский, но я попытаюсь. Coup de Touette. Вот такая. В фирменном цвете Bourjois. Она с изогнутой щеточкой в виде ложки. Тоже ворсистая, не силиконовая. И она должна придавать эффект кошачьего взгляда. Она черная и в составе есть аргановое масло. И последняя нежно-розовая. Coup de Foudre. Извините. Извините. Все, кто хорошо говорит по-французски. Подождите. Я не ожидала, что здесь силиконовая щеточка. Она также для объема. Довольно густые вот эти щетинки. И она должна придавать объем и хорошо прочесывать. Проверим. Проверим. Тени у меня сегодня будут Max Factor. Вот такие. Я увидела цветовую гамму. Решила сделать свочи. Оказалось, что они как будто кремовые. Супер приятные. И на глазах они очень легко выглядят. Поэтому, если вы не умеете краситься. Если вы боитесь. Если у вас нет миллиона кисточек. Если вам нравятся такие легкие, прозрачные макияжи. Но при этом, чтобы все было подчеркнуто. Так очень элегантно сияло. Это вот нужно попробовать. Между прочим, я еще раньше покупала вот эти тени. То есть, та же линейка, только другие цвета. Я до сих пор не успела их попробовать. А вчера такая, подождите, где моя палетка. Нашла и возьмусь за нее. В общем, смотрите, здесь есть все самые необходимые цвета для повседневного макияжа. Для самого простого и быстрого smokey eyes. Одним движением. И также можете сделать что-то более насыщенное. Мне понравилось. И я наносила вчера эти тени без базы. Это ни на что не похоже. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Я смешаю два вот этих оттенка и на глаза вот такими впечатывающими движениями. Вы можете их наслаивать. Вы можете играться с цветами, смешивать их. Делать растушевку пальцем, так как я сказала. Вот этим оттенком сделаем легчайшее затемнение. У Риммель вышли очень интересные подводки, которые можно использовать и как лайнер, и также как тени. Они очень сияющие. Называются они Wonder Swipe. Я попробовала два оттенка. Золотой и розовый. Они так блестят на глазах. Можно, например, на все веко нанести. То есть делаете типа как стрелку, дальше растушевываете на все веко. Можно добавить ресницы или, например, поверх еще черную подводку. Это очень необычно, так свежо, по-летнему. И там масса разных оттенков. Еще есть интересный зеленый цвет этой весны и лета. Серебристый. И вот эти два, о которых я уже упомянула. У Риммель вышли две палетки. Одна в спокойной цветовой гамме. Для любого макияжа глаз, помимо прессованных теней, здесь есть один рефил с такой кремовой текстурой, которую можно наносить и на лицо, и на губы. Чтобы, например, добавить какой-то блеск на скулы или поверх вашей матовой помады или вместо нее. Вторая палетка, наверное, для смелых девушек. Такая более яркая, сочная. Я знаю, что многие делают не только нюдовые макияжи, но и что-то более интересное, такое креативное и насыщенное. Это я тут пробую палетку Буржуа, которую я купила буквально вчера. Очень интересные сияющие бронзеры. Здесь румяна возьмем Max Factor в оттенке. 25, они сатиновые. Тоже, тоже вы о них наслышаны от меня. И последний, завершающий штрих зато какой. Это помада. Я воспользуюсь супер красной, супер насыщенной. У Буржуа настолько красивые и цветовые палитры, и очень обширная линейка помад в принципе. То есть вы можете выбрать такую текстуру, как вам нравится, такой финиш, как вы предпочитаете. У меня, как видите, есть много, и всеми ими я пользуюсь в зависимости от настроения. Я недавно показывала вот эти помады, которые называются Rouge Velvet Ink, и тогда мы с вами говорили по большей части о нюдовых. Я была накрашена одной из них, я говорила, что хочу как-то воспользоваться этой. Я ее носила, и она очень долго держится, и цвет здесь, ну, я не могу. Это такой красный, как мне нравится, то есть типа как красный перец, такой современный, очень молодежный, секси красный 0.9. И, кстати, это тот красный, который я спокойно могу носить в повседневной жизни. Видите, какая насыщенность цвета. Я готова. Если бы я не болтала, я бы за 10-15 минут справилась, даже неплохо совладала с яркой помадой без карандаша, все как-то выровняла и нанесла в один слой. Это современный, в меру яркий и стильный макияж. Который я на себе обожаю. Я так крашусь по настроению, или же на какие-то праздники. Иногда снимаю видео, и приблизительно вот все то же самое. Только у меня сегодня облегченная версия, потому что я не использовала консилер. Кожа видна из-под тональной основы, то есть это прям супер естественное покрытие. Я не люблю вот эти супер сложные растушевки теней, особенно в реальной жизни. Мне нужно, чтобы быстро и красиво. И это как раз супер открытие для меня. С тушью все понятно. Брови, брови нужны всем. Волшебная палочка от Рималь. Два раза взмахнула кисточкой, и все, брови на месте. Как вам такой вариант макияжа? Носили бы вы такую красную помаду, или предпочитаете что-то поспокойнее? Ну а мы с вами продолжаем. Как оказалось, я не открыла еще одно отделение. Здесь средство от бренда Sally Hansen. Это у нас ночная маска для поврежденных ногтей. Наверное, нужно носить на голую ногтевую пластину. И у меня когда-то был тоже Sally Hansen, такой красный высушиватель, или как это можно назвать, обычного лака. Он и закрепляет хорошо лак, такой топ, и с ним реально высыхает все гораздо быстрее. Это масло для кутикулы. То, чем я постоянно пользуюсь, у меня гиперсухая кожа везде, особенно на руках. Это полная катастрофа. И для того, чтобы макияж... Макияж. Для того, чтобы маникюр дольше оставался свежим, я постоянно втираю масло в кутикулу. Даже когда все не очень хорошо, то это спасает. И то, что мне всегда было интересно попробовать, это жидкие колготки от Sally Hansen. В общем, это средства, которые наносишь на ноги, и они приобретают такой здоровый внешний вид. После зимы у меня прям аж синюшные ноги, и я думаю, что это станет для меня спасением. Я смогу отказаться от бежевых колгот. Вот. И также это средство влагоустойчивое в двух оттенках. Вижу, что у меня Mirium. Также видела, что девочки говорили и писали еще в блогах. Это не новинка, это вообще хит-продаж Sally Hansen. В общем, что ножки приобретают такой здоровый блеск. Круто. Спасибо большое. Я уже отпаковала это. Вообще-то, как бы я не гоняюсь за всякими лимитками H&M. Это была коллекция H&M Home с Дайан фон Фюрстенберг. По-моему, так правильно произносится. Но не суть. Я не гналась за каким-то конкретным дизайнером. Вы знаете, что я заморачиваюсь своим фоном. Особенно, когда снимаю в своей комнате. Я всегда стараюсь как-то так красиво все оформить, выставить что-то. Увидела эту свечу и подумала, боже, это так красиво. И когда тоже снимаю что-то вблизи. Ой. Мне, конечно, захотелось ее. И несмотря на то, что она была довольно дорогой, я все равно решила порадовать себя и вас. Чтобы это все было красиво, так знаете, когда вы будете смотреть видео. Аромат Ember. По-моему, он есть в стандартной коллекции H&M. Но суть-то не в аромате свечей. Когда она догорит, я буду использовать это в качестве какой-то прикольной подставки. Например, под кисточки или под помады. Или под карандаши. Ну, какие-то средства, которые довольно высокие. Очень приятно пахнет, как будто в каком-то бутиковом отеле. И крышка здесь такая прям тяжелая. Снимаем пленочку. Вот. Теперь будет красиво. Видите, что у меня заявка на яркие губы. Нашла плетеные шлепанцы. Гляну, сколько я за них заплатила. Нашла все счета. Их нельзя потерять. Мало ли, вдруг что-то не подошло. Шлепанцы из Zara стоят в два раза дороже. Я чувствую запах клея. Прям сильный. Сильный. И вижу, что они, скорее всего, не подойдут на широкую ногу. Выглядят вот таким образом. То есть полностью черные, полностью плетеные. Они на подошве чуточку потолще. Здесь не просто одна веревочка по периметру, а как будто тройная. И сверху переплетение очень похоже на тех, которые из Zara. Но они почему-то такие более жесткие, дубовые. Мне очень нравится черная обувь. Даже летом. Но, пожалуй, все-таки вот первое впечатление. Из Zara все-таки более качественное. Но мы с вами мирнем. Девочки, апдейт. Я не смогла их примерить. Возможно, потому что я была в носке. Так как я не уверена, что они останутся у меня. Но они очень узкие. Может, они как-то еще разложатся, вот этот узелок. Но я бы не советовала вам рисковать, если вы знаете, что у вас не узкая нога. Такие дела. Отсидела себе все ноги. Сменила слегка позицию. Пляжная сумка или сумка для покупок, для города. Конечно, это легкий закос под Dior. Но давно известно, что люксовые бренды задают какие-то веяния моды. И все остальные подхватывают и делают нечто подобное. Я не считаю, что это подделка. Потому что все-таки они отличаются. И по качеству. И принт здесь совершенно другой. Нет надписей H&M. Тем более Dior. Поэтому, если вы хотите что-то, что будет в трендах, скажем так, то я только за. Я никогда не потрачусь. Ну, мало ли, вдруг я очень сильно разбогатею. Но я не куплю себе именно тканевую сумку от Dior такого формата. Мне нравится их сумка-седло. Но пока что я откладываю покупку. Мне бы очень хотелось. А пляжную я вполне могу носить и за H&M. И не только пляжную, между прочим. В общем, сумочка оптимального для меня размера. Она не слишком большая. Я переживала, что она будет прям огромным шопером. Но все хорошо. Ну-ка. Да, нормально будет все на плече. То есть, чтобы не просто таскать в руках, но и чтобы можно было повесить на плечо. Между прочим, гляньте, здесь, по-моему, не синий цвет. Я не знаю, как покажет камера, но это бежевый основной цвет и поверх черный принт. И даже с вот этой тельняшкой, как в миксовании принта, я вообще-то не стилист, но тем не менее, мне кажется, что тоже можно так ходить. По городу, например, черные очки добавить. Класс. Мне нравится. Внутри сумка светлая. Она никак не застегивается. Дно не жесткое. Ну, набросать сюда каких-то полотенец, что-то, что вы берете на пляж, это вода какая-то, что-то там для детей, какие-то игрушки. И здесь еще есть карман на замочке, чтобы спрятать что-то более ценное. Мне эта сумка нравится. И в сочетании с этими шлепанцами, по-моему, вообще огонь. Сумка точно остается. Следующее, это рубашка, удлиненная рубашка. Материал приятный. Здесь в составе есть вискоза, остального не помню. Но вы можете посмотреть состав на сайте. Мне понравилась модель. И то, что она слегка сжатая, как будто помятая. То есть, она не должна быть идеально разглаженной. Поэтому, когда вы ее достанете из той же пляжной сумки и набросите поверх купальника, это не будет смотреться так, как будто вы по какой-то причине не разгладили белую рубашку. Это такой вариант, который хорошо будет смотреться даже в городе. Надеть под низ бежевое белье, даже с какими-то шортами, с юбкой. Поверх топа, например, набрасываешь, как такую легкую накидку, которая будет закрывать тело от солнца. Рубашечка очень классная. Я уверена, что вы потом будете миллион раз спрашивать, откуда твоя рубашка. Единственное, что у меня всего лишь S, а она довольно объемная. То есть, мне буквально как платье. Не до колена, но перед коленом заканчивается. Поэтому берите на размер меньше, если хотите носить ее в такой обычной жизни, а не только на пляж. Я вот подумываю заказать себе поменьше, потому что она такая легенькая. И ее можно завязывать поверх любого платья. Или, например, надевать джинсовые шорты, топ-полоску и тоже завязывать как-то рубашку заправлять. Или носить таким образом. Но смотрите, что нужно вам. Я в купальнике в конце апреля по той причине, что у нас вроде как передают потепление. У нас озеро в 5 минутах от дома. Поэтому я знаю, что я практически каждый день буду там с детьми. Так что у меня много таких вот вариантов. Именно не на выходные, парадно-выходных, а на каждый день. Я обычно еще, так как купальник слитный у меня, надеваю джинсовые шорты. И вперед надела свое старое любимое украшение. Хотела бы найти новое такое же, потому что оно, к сожалению, почернело. Я его носила, не снимая в прошлом году. Если знаете, где продаются вот такие массивные, в золоте и с какими-нибудь летними подвесочками, типа ракушками, такими-то. Я нашла в серебре такую красоту. Я покажу вам, жду, когда она ко мне приедет. А вот в золоте, именно летнее, что-то хотелось бы. И гляньте, как здорово вписывается практически в каждый образ вот эта сумка. Что-то однотонное, черное, серое, бежевое. Даже что-то цветное берем. И все прекрасно. Тапочки. Тапочки, это моя любовь. Я так чувствую, пока я их не убью, буду носить до посинения. Ободок. Я вообще-то не люблю себя с ободками. Но я всегда с ними как минимум крашусь. По дому я тоже хожу и убираю волосы или мальвинку завязываю. И также на пляже, например, когда нанесешь какую-то бальзам на губы, у тебя SPF там. Ну, чтобы это все не прилипало. Это ободок типа из соломы, я сказала или нет. И не хочется мне сейчас его надевать, как-то портить свою прическу. Но, в общем, в целом он нормальный. И, наверное, нужно к себе просто привыкнуть. Это так удобно. Некоторые ободки супер сильно жмут голову. Тот, который вы видели на мне, он тоже такой дурацкий. Когда я красилась, он от Invisibubble. Но, во всяком случае, он не жмет мне голову. И там внутри такая пружинка. Я сейчас его уже отнесла. Убралась тут. Но, как такой, знаете, аксессуар интересный. Почему бы и нет? Главное, чтобы он не сдавливал мне мозг. Так, это для мужа или для меня? Это для меня. Я хотела купить себе какую-то базовую пару обуви в красивом бежевом цвете, чтобы это был устойчивый небольшой каблучок. А то у меня все или на плоском ходу, или же на вот такой шпиляке. Зачем? Я не могу сказать, что каблуки это про женственность, но я совершенно по-другому хожу на каблуках. Иногда хочется надеть какое-то платье и не просто шлепанце, а что-то, вот знаете, чтобы быть чуточку выше. У меня невысокий рост, поэтому каблуки иногда приветствуются по настроению. Я искала себе что-то удобное. Глянула на эти и думала, померю, мало ли. Когда-то в Манго была похожая модель. Я выждала ее на скидках и так и не смогла найти свой размер. На 37,5 я взяла 38. Это кожа. Очень красивый оттенок бежевый. Мне не нравится с розовинкой. Ну, как не нравится? У меня есть и такая обувь, но я хотела бы что-то, знаете, не слишком серое и не розовое, при этом не карамельное. Вот они такие. И, по-моему, еще были черные. Я давно это все заказывала, поэтому я сейчас иногда теряю своих воспоминаний. И я обула их, и они на ноге смотрятся очень аккуратно. Вот прям то, что я искала. И они мне не жмут. Если очень узкая нога, то есть вероятность, что вы будете из них выскальзывать, так как они не супер прям узенькие. Здесь я довольна, и эти остаются точно. Еще один купальник. Да, в таком цвете, чтобы весь пляж меня точно заметил. Я шучу, но такого яркого у меня еще никогда не было. Это вот такой оранжевый, и в жизни он еще более такой неоновый. На загорелом теле, на брюнетках будет вообще бомба. И я взяла себе 36 размер. Это снова фактурная ткань. Он с очень-очень глубоким вырезом. То есть это прям такая нетипичная, необычная посадка. Он на шлейках, которые не отстегиваются. По качеству он мне нравится. Ткань плотная, причем она двойная. То есть она не будет просвечиваться. И такие купальники сохнут чуть дольше. Поэтому, если мне хочется, если мне некомфортно, у меня всегда есть запасной, я могу переодеться. Также у меня практически нет купальников, которые были бы с косточками. Здесь, видите, таким образом сделано декольте. То есть вы можете приспустить шлейки во время загара, но при этом грудь будет держаться. Здесь нет вот этих чашечек, но тоже ничего не просвечивается за счет двойной ткани. С-ка, на мой где-то второй, наверное, размер, нормально. Если помните, то в прошлом видео с распаковкой из H&M я показывала вам рубашку из льна или с примесью льна. Вот такого цвета. И потом уже я в новинках высмотрела, что есть еще и брюки из такой же ткани. Они на завышенной посадке. Я подумала, что возьму, это так удобно, это так стильно, мне нравятся монолуки. И вообще, в принципе, можно надеть рубашку, вот эти брюки, взять сумку, шлепанцы и пойти в город. У нас тут не особо наряжаются, чтобы прям в брюках постоянно ходить, со стрелками, на каблуках. Здесь все как-то одеваются так удобно в первую очередь. И даже можно в течение дня там всего несколько человек встретить, кто будет как-то разнаряжен, вот прям как на праздник или, я не знаю, что-то такое необычное, запоминающееся. Все как-то так скромно и стильно. И я подумала, что, во-первых, мне нравятся широкие брюки, взяла себе эску. Ну вот, я просто плачу, потому что мне очень нравится наряд, который получился, но штаны мне слишком велики. Я побоялась, что XS будут, во-первых, такими короткими, а во-вторых, резинка будет сильно как-то впиваться и подчеркивает животик. Вы спрашивали, как я завязала рубашку. Все очень просто. Вот эту дырочку продеваете хвостики. Вот видите, засовываем туда один и второй. И все, и получается вот такой классный, стильный узелок. Ну, типа узелок. Все хорошо держится, во всяком случае, в таких вот рубашках из натуральных материалов. Девчонки, круто же, правда? Прям сразу хочется одеться так и пойти. Потому что очень комфортно, стильно, удобно. Я не могу. Я считаю, что это один из лучших образов в этом видео. Вообще, супер удачные покупки. Вот эти. И, пожалуйста, не раскупайте XS. И даже если у вас L, например, все равно эти брюки будут вот как-то скрадывать немножко все недостатки фигуры. И наоборот, смотришься в них так как-то хрупко очень. Мне так нравится. Мне так нравится. Я не могу насмотреться. У меня мало вещей тоже такого цвета писташкового. И даже с сумкой. Кайф. Платье. Платье у меня в 36 размере. Оказалось, что сзади есть резинка. И оно сидит довольно свободно. Вот. То есть, чтобы прям хорошо было на талии, нужно было брать 34 размер. Но я испугалась, что оно будет очень-очень коротким. Более благородно выглядят именно те платья миди, которые были в H&M. Из такого же материала. Он супер приятный. Тело дышит. И я пока что тут в белье. Если купить бюстгальтер с тонкой такой перемычкой здесь, то тоже не особо будет заметно. Я поищу, например, в этом. У нас продается или в этом, как вы произносите. Такой магазин, где белье, там пижамы. Разное такое. Всякое женское. В основном, по-моему, мужского у них ничего нет. И фонарики, вот такие рукавчики, не передавливают ничего. Они довольно длинные. Я не люблю, когда у меня руки сжимаются в этой области выше. То есть, в принципе, окей. Но это такая девочка-припевочка. Именно летний вариант. И это, в принципе, то, что я иногда ношу. Почему бы и нет? Не всегда же выглядеть как с иголочки. И в каком-то таком официальном постоянно выступать. Поэтому я люблю такие платьица. Главное, чтобы материал был нормальный. И чтобы мне не было жарко. Я надеюсь, что мы поедем в отпуск. И там я точно смогу его выгулять. Просить мальчишек примерять. Это нереально. Вы же понимаете. Я вам много раз показывала джинсы, которые на резинке. Это реально спасение. Если ваши дети терпеть не переваривают. Классические джинсы, в которых неудобно. Тем более скини. Это просто издевательство над детьми. Это тоненькие джинсы. Именно на весну, лето. На прохладные какие-то вечера или дни. Я взяла сразу комплектом. Три расцветки. Светлые, классические. И такие потертые. Типа серо-черные. Что-то такое. Для всех поклонников Короля Льва. Это мой любимый мультфильм. Мы еще пока что не смотрели душу. Но исправим это. Когда освободимся. Будет у нас чуть больше выходных. Игнашкину взяла. Больше не было. В смысле, размера побольше не было. Для Захарчика нашла рубашку с длинным рукавом. Вот такую, типа как вельветовую. На подкладке? Нет. Без подкладки. Но зато с серым капюшоном. С джинсами поверх белой футболки. Тоже будет круто. Выглядеть. Здесь у меня разные футболки для Захара. Прямо брала все, что было в наличии в нашем размере. Рубашка для Игната с коротким рукавом. Для Захарчика с длинным рукавом. Тоже любим носить поверх белой футболки. У нас куча белых футболок со школы. Мы просидели практически весь год дома. Поэтому нужно это когда-то сносить. Здесь также футболки для Захара и для Игната. Только когда будете заказывать поло в H&M, они довольно плотные. То есть прям на супер жару не берите, потому что ребенку в этом жарко. Но так как у нас, если жарко, то потом к вечеру будет холодно, потому что в Польше регулярно буря. Во всяком случае в Кракове так. А обычные футболочки тонкие и они неплохо служат. Ну вы знаете, что я и Пепку покупаю. У нас лишь бы было что носить. Потому что особенно Захар. Как испачкается, не выстирывается все. В H&M есть еще куча классных костюмов для детей. И вот этот божественный цвет. В жизни он еще красивее. Такой яркий довольно. Насыщенный вот, не яркий. И толстовка не из плотного материала. И к ней идут не брюки, а шортики. Шортики. Такие они крутые. Вот такой голубой костюм нужно было брать для себя. Так и сделаю. Супер классный костюм Бэтмена я взяла для Захара и для Игната. Футболка здесь из нормального катона. Не прям супер тонкого. Как раз хорошо. А не брюки, а шортики. Видите, из какого материала? Типа как легкий хлопковый начес. Будут они такими яркими парнями этой весной. Ну и последняя вещичка для детей. Это так смешно. Игнат у нас не только визуально похож на меня. Он ест то, что я люблю. И он обожает пиджаки. Серьезно. Он просит, мама, купи мне пиджак. Я вырос уже из пиджаков. Купи мне новый пиджак. И он даже иногда надевает их в детский сад. Это, я не знаю, такое умиление. И даже к спортивным штанам. Я ему говорю, Игнашка, ну может как-то там джинсы. Он, нет, я художник, я так вижу. Ну хорошо, ходи так. Да я сильно не заморачиваюсь. В смысле, когда они что-то сочетают, сами пусть себя сочетают. Господи, ребенок тоже так проявляет себя. И здесь вот эти латки. Помните, когда-то они были супер актуальными. Помню, что я мечтала обо всем с латками. Это была такая фишка. И, конечно, пиджак с подкладкой. Все как положено. Взяла универсальную расцветку. Потому что, действительно, Игнат со всего вырос. А то, что носил Захар, на него велико. Для модника моего. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. А я иду переделывать ногти, потому что не могу с ними выдержать. Это очень красиво, это стильно. Это по весенне-летнему. Но мне некомфортно. Поэтому я отходила 10 дней. И, пожалуй, вернусь к чему-то более классическому. То есть, или нют, или красный цвет. Хотя, кто знает, возможно, я сделала себе лимонные ногти. У меня слегка приподнятое настроение. К сожалению, нет хороших новостей, которыми хотелось бы мне с вами поделиться. Но, тем не менее, будет что-то, что согреет мне душу. И чего я очень ждала. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.